Всем здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Алехин, я архитектор решений в компании Red Hat. Сегодня мы поговорим о нашем дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux, о его экосистеме, о том, что делает экосистема такой уникальной. Поговорим немного про миграцию с CentOS, также поговорим про сертификацию дистрибутива Red Hat Enterprise Linux с FSTAC. Но я хотел бы начать с очень интересного и показательного опроса, который мы делали среди наших заказчиков в 2020 году. Что важно для наших заказчиков, для пользователей нашей экосистемы? На первом месте, безусловно, это безопасность. Это комплексный набор мер для устранения тех или иных проблем с безопасностью. Это поддержка, доступ к экспертизе наших инженеров, как в рамках реактивной, так и в рамках проактивной поддержки. Это жизненный цикл и гибкость. То, что позволяет вам эффективно понимать будущее развития вашей инфраструктуры и нашего дистрибутива. Это все накладывает серьезные обязательства на нас, как на разработчика дистрибутива, а также как на проводника в мир open source. Red Hat традиционно продолжает оставаться одним из ведущих лидеров в разработке ядра Linux, позволяя нам понимать тренды мира Linux, а также понимать вектор развития ядра, особенно в мире гибридных облачных систем. Говоря о тренде гибридизации, компания Red Hat делает действительно уникальную экосистему, которая позволяет вам использовать одни и те же инструменты, экосистему и процессы, вне зависимости от того, где запущены те или иные приложения, контейнеры и решения. Будь то это физическое решение, начиная с какого-то простого сервера, простой рабочей станции, до многопроцессорных высокопроизводительных систем. Будь то виртуальная платформа, вне зависимости от вендора, будь то приватное, либо публичное облако. Это позволяет получить действительно новый опыт работы с Linux. Red Hat Enterprise Linux 8 версия — это действительно новый опыт работы с Linux. Если мы говорим про автоматизацию инструмента управления, это все нам позволяет упростить переход из других операционных систем, либо из мира других дистрибутивов Linux. Каждый новый минорный релиз дистрибутива вы получаете все больше нового функционала в вашу экосистему за те же деньги. Например, это инструменты автоматизации, либо инструменты работы с проактивной аналитикой вашей инфраструктуры. Например, используя такие инструменты, как Image Builder, вы можете упростить и уменьшить количество рутины для подготовки готовых образов непосредственно для разворачивания их на любых облачных, либо приватных облачных платформах. Про консистентный опыт мы будем говорить сегодня достаточно часто и долго. И, соответственно, вы получаете, безусловно, консистентный опыт работы со всеми инструментами, которые есть у вас в дистрибутиве, в вашей экосистеме, вне зависимости от того, где этот дистрибутив запущен. Linux — это контейнер, это достаточно старый термин, и с восьмой версии Red Hat Enterprise Linux вы получите действительно современный удобный стэк работы и взаимодействия с контейнерными нагрузками, например, такие как Podman, Builder и так далее. Red Hat Enterprise Linux 8 — это действительно большой спектр спектр различных сертифицированных продуктов и экосистемы, которая позволяет вам быть уверенным в сертификации всех компонентов вашей инфраструктуры. Давайте посмотрим, что из себя сейчас представляет экосистема Red Hat. Приобретая подписку, вы получаете множество преимуществ, которые дает вам экосистема Red Hat. Это как и доступ к экспертизе наших инженеров, так и статьи на наших порталах, так и инструменты, которые дают вам возможность максимально упростить работу с нашими дистрибутивами. Это доступ к различным ресурсам безопасности. Это бюллетени, это различные патчи безопасности и также инструменты обеспечения безопасности вашей инфраструктуры. Это, безусловно, экосистема наших партнеров, как аппаратных, так и программных. Вы понимаете жизненный цикл и у вас есть возможность использовать различные версии Red Hat Enterprise Links на вашем предприятии. Также вы получаете знания о дорожных картах продуктов, знаете о будущем тех или иных решений и продуктов в рамках вашей подписки. Давайте посмотрим детально на экосистему партнеров, ведь ни один дистрибутив, либо продукт программный, аппаратный не может существовать в вакууме в отрыве от другой инфраструктуры. Если говорить про основной каталог сертифицированных решений, мы можем посмотреть на наш каталог, который называется каталог Red Hat.com, в нем более 5000 сертифицированных hardware-вендоров от каких-то простых серверов, от каких-то односокетных рабочих станций до больших бизнес-критичных решений. В каталоге также представлено более 4500 сертифицированных разработчиков программного обеспечения. Это могут быть как какие-либо сетевые компоненты, так и образы контейнеров, например, для OpenStack. Это могут быть и решения, например, баз данных и так далее. Это все, что позволяет вам получить действительно сертифицированный стэк от аппаратного обеспечения до непосредственно программного продукта, конечного, который будет запущен в рамках дистрибутива. Облака — это наше все, и Red Hat сертифицирован более чем со 140 облачными провайдерами по всему миру. Все основные публичные провайдеры имеют сертифицированные образы Red Hat Enterprise Linux различных версий, и Red Hat Enterprise Linux по праву является номером один сертифицированным дистрибутивом по количеству запущенных и купленных инстансов по всему миру. Если мы говорим про поддержку аппаратного обеспечения, то можно углубиться в версионность операционных систем и версии дистрибутивов. Сейчас поддерживаемые версиями являются Red Hat Enterprise Linux версии 6 с аддоном Extend Lifecycle Support, Red Hat Enterprise Linux 7, а также Red Hat Enterprise Linux 8. Мы поддерживаем как установку дистрибутивов непосредственно на аппаратную платформу, так и на платформу виртуализации, на различные, будь то Red Hat Virtualization, VMware, Hyper-V, OpenStack и так далее. Все основные вендоры аппаратного обеспечения имеют сертификацию на большинство версий дистрибутивов нашего дистрибутива. Это как основные игроки рынка, так и российские производители аппаратного обеспечения. Также мы имеем сертификацию с такими серверами, как IBM Power, для установки Red Hat Enterprise Linux непосредственно как на аппаратное обеспечение, так и в качестве виртуального инстанса и виртуальной машины. Поддерживаются как процессоры версии 7, 8 и 9. Из публичных облаков, безусловно, мы поддержим основных игроков рынка. Это AWS, это Azure, это Google Cloud Platform и IBM Cloud. Для обеспечения мультивендорной поддержки вы можете использовать нашу подписку, так как коллаборативная поддержка является частью подписки, которую вы приобретаете. Она нужна в том случае, если при наличии проблем, которые непонятно происходят либо на аппаратной, либо на программной части, мы можем использовать такой тип поддержки для обращения самостоятельно в компанию, которая произвела тот или иной аппаратный, либо программный продукт. Таким образом, вы получаете полный стэк поддерживаемых решений, а также единое окно обращения в техническую поддержку. Теперь поговорим немножко про жизненный цикл операционной системы и ее гибкость. Red Hat Enterprise Linux имеет действительно предсказуемый жизненный цикл операционной системы. И на данный момент цикл жизнедистрибутива разделен на три фазы. Первое — это фаза полной поддержки. В эту фазу дистрибутив получает весь самый новый функционал, все современные патчи безопасности различных уровней критичности, а также получает все багфиксы, а также различного уровня критичности. После пяти лет фазы полного саппорта мы можем видеть фазу maintenance support, который также продолжается в течение пяти лет. И главная задача фазы maintenance support — это обеспечение стабильности дистрибутива, в рамках которой также происходит поддержка в течение пяти лет. Вы получаете патчи безопасности определенного уровня критичности, а также багфиксы, безусловно, определенного уровня критичности. Следующая фаза, которая может длиться от двух лет, — это фаза расширенной поддержки, которая называется Extend Lifecycle Support. Хочу заметить, что каждый минорный релиз дистрибутива Red Hat Network Pricings выходит раз в шесть месяцев. При старте выпуска дистрибутива, при его первичном релизе, были выбраны определенные минорные релизы для того, чтобы была возможность обеспечить поддержку их в течение двух лет, используя специальный аддон Extended Update Support, позволяющий вам в течение двух лет обеспечивать поддержку минорного релиза без необходимости обновляться на новую версию минорного релиза. Что самое интересное, сейчас по крайней мере три дистрибутива находятся в своих разных жизненных циклах. Red Hat Network Pricing Linux 6 находится в фазе Extend Lifecycle Support. Red Hat Network Pricing Linux 7 находится в фазе Maintenance Support. И наша текущая актуальная версия дистрибутива Red Hat Network Pricing Linux 8 находится в фазе полной поддержки. Таким образом, это все вам дает возможность выбрать тот или иной дистрибутив для работы непосредственно на вашем предприятии в зависимости от требований вашего приложения или решения. Подписка на Red Hat Network Pricing не привязывается к какой-то версии. Есть исключения для версии сертифицированных в стек, но об этом я расскажу позже. Соответственно, обновление с одной версии, будь то мажорной версии, будь то минорной версии, это всегда некий риск. И такая гибкость работы с версионностью дистрибутивов позволяет вам избежать некоторых рисков и сконцентрироваться на работе ваших приложений, а не на обновлении непосредственно самого дистрибутива. Также в состав дистрибутива входят специальные инструменты для обновления. Например, инструмент Red Hat Lab, который позволяет обновить дистрибутив с одной мажорной версии на другую, без каких-либо проблем с предварительной проверкой правильности и корректности настройки дистрибутива. Более того, есть очень удобные и сертифицированные методы обновления, например, решений для SAP, позволяющие вам обновить с одной мажорной версии дистрибутива на новую мажорную версию дистрибутива. Очень важно понимать, что с восьмой версии дистрибутива мы гарантируем, что API работы с ядром и приложениями будут совместимы на всем этапе мажорного релиза. Это позволило, например, производителям аппаратного обеспечения сертифицировать свои сервера с использованием своих драйверов, которые встроены либо дополнительно используются в ядре, сертифицировать определенную мажорную ветку дистрибутива. Таким образом, покупая сервер, который сертифицирован, например, с версии 8.2 либо 8.3, вы получаете аппаратное обеспечение сертифицированное до последней минорного релиза дистрибутива восьмой ветки. Теперь поговорим немножко о безопасности, о главном требовании к дистрибутиву, которые предъявляют наши заказчики и, собственно, по мнению наших заказчиков. Компания Red Hat является лидером в обеспечении безопасности и реакции на различные угрозы на рынке. Если взять статистику за 2020 год, которую вы можете найти на нашем портале exredhat.com.security, вы можете увидеть, что более 3000 CVE проанализировано и проверено нами в 2020 году. Более 2000 CVE было проанализировано, непосредственно используя свой собственный подход и методы по работе с уязвимостями для приоритизации обновлений и выпусках этих обновлений. Как раз-таки в более 1500 CVE, Red Hat Security Advisors, было выпущено в 2020 году. Это либо статьи, либо патчи безопасности, которые устраняют те или иные уязвимости в дистрибутиве. Ну и, соответственно, 53 патчи безопасности со статусом Critical был выпущен в 2020 году. Это показывает возможности Red Hat для обеспечения безопасности вашей инфраструктуры и непосредственно дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. В продолжении темы безопасности мы поговорим о сертификации дистрибутивов по различным стандартам. Дистрибутив сертифицирован по требованиям множества мировых стандартов. Это, соответственно, и Federal Information Processing Standard, FIPS, это Common Criteria, это Secure Technical Implementation Guidelines и нам более всего интересен, это, безусловно, дистрибутив сертифицирован по стандартам в стэк на уровень доверия 6. Дистрибутивы версии 6, 7 и 8 версии сертифицированы, и про это хотел бы отдельно поговорить. Для того, чтобы дать вам возможность выбора того, какой дистрибутив использовать в вашей инфраструктуре, используя те приложения, которые вам необходимы, было сертифицировано 3 версии дистрибутива. Это Red Hat Enterprise Linux 7.9. Это классический дистрибутив, который находится сейчас в фазе Maintenance Support, который будет достаточно долго еще поддерживаться нами. Это Red Hat Enterprise Linux 8.1, также классическая реализация дистрибутива, но с одним исключением, что данный дистрибутив сертифицирован именно с использованием обновления, соответственно, аддона Extended Update Support, позволяющий расширить жизненный цикл дистрибутива и минорной версии дистрибутива до двух лет. Таким образом, вы получаете поддерживаемый релиз дистрибутива в рамках сертифицированной версии PoffStack. Ну и, наверное, самое интересное, это сертификация дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.1 для решения SAP, Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, который также сертифицирован PoffStack, плюс дополнительно сертифицирована, соответственно, ветка Extended Update Support, который позволяет вам до двух лет расширить жизненный цикл минорного релиза, а также Extended Update Support for SAP, который позволяет до четырех лет расширить жизненный цикл дистрибутива Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions. И про Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions я отдельно хочу добавить, что мы с компанией SAP достаточно долго работаем над созданием действительно удобного, правильного, стабильного дистрибутива с правильными инструментами обновления для того, чтобы дать нашим заказчикам возможность выбора методов и инструментов работы как с дистрибутивом, так и с решениями SAP. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions – это дистрибутив, подписка, позволяющая сфокусироваться на упрощении работы с жизненным циклом операционной системы и, соответственно, дистрибутива и сконцентрироваться на работе непосредственно с вашими SAP-приложениями, используя как раз таки подход и аддон, который называется Extended Update Support for SAP Solutions, который специализирован только для решений SAP, в рамках которого вы можете расширить жизненный цикл минорного релиза до 4 лет, получая поддержку от нас и от SAP. Также дистрибутив имеет встроенные решения обеспечения отказоустойчивости, таких решений, как HANA, Netweaver, S4 и так далее, на основе Pacemaker и Karasink, а также агентов, которые позволяют вам мониторить состояние баз данных и интегрировать их, соответственно, в ПО отказоустойчивости без необходимости покупки какого-либо дополнительного аддона. Также в SATA в дистрибутивы входит функционал Live Kernel Patching для возможности онлайн-патчинга систем, например, при наличии какой-либо угрозы безопасности, оставаясь на том уровне и версии ядра до одного года. В подписку уже входит непосредственно система управления жизненным циклом, операционных систем как на основе Red Hat Enterprise Linux for SAP Solution, так и на основе классических дистрибутивов Red Hat Enterprise Linux. Этот инструмент называется Satellite, который позволяет правильно и удобно управлять жизненным циклом вашей инфраструктуры на основе Red Hat без необходимости доступа в интернет. Безусловно, мы очень много уделяем внимания автоматизации, которые входят как в состав наших классических дистрибутивов, так и в состав наших дистрибутивов Red Hat Enterprise Linux for SAP Solution. В Red Hat Enterprise Linux for SAP Solution входит множество специализированных ролей, основанных на Ansible, позволяющих вам автоматизировать, деплой, подготовку дистрибутивов для последующей установки решения SAP на Red Hat Enterprise Linux. Таким образом, сократив множество времени, которое требуется на подготовку операционных систем к последующей установке любых решений SAP. Ну и в заключение Red Hat Enterprise Linux for SAP Solution это самая полная подписка, включающая в себя такие ветки, как Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA, а также Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications. Это кумулятивное решение, позволяющее получить полный спектр инструментов и продуктов для работы с сертифицированными версиями SAP. Red Hat Enterprise Linux — это не только набор какого-то базового программного обеспечения, который позволяет вам запускать ваше приложение. С восьмой версии была добавлена возможность использовать модульность при работе с репозиториями. Используя Application Stream и наборы аппаратного обеспечения, вы можете получить действительно огромный набор ПО для создания вашей продуктивной среды. Как выглядит текущая картина дистрибутива? Red Hat Enterprise Linux — это Base OS репозиторий, а также репозиторий AppStream. Base OS — это то, что является фундаментом Red Hat Enterprise Linux, это его core-функционализм, на который мы и даем десятилетний жизненный цикл в рамках основного жизненного цикла. AppStream — это там, где живут клиентские приложения, там, где живут различные клиентские решения, а также зависимости, которые требуются, например, для работы Base OS. На большинство из них мы даем поддержку также в десять лет, но на некоторые поддерживаемые решения поддержка заключается в пятью годами, тремя и двумя. Соответственно, Red Hat Enterprise Linux — это набор из Base OS плюс AppStream. Stream — это модули и релизы ПО, которые позволяют вам использовать различные версии программного спечения и модули, которые там есть, получая на них поддержку. Пример модулей в Application Stream. Например, если мы возьмем PostgreSQL, то PostgreSQL обладает пятилетней поддержкой в рамках модулей Application Stream. Более того, этот модуль обладает перекрытием, по крайней мере, трех версий, позволяя вам плавно переходить с одной версии на другую и выбирать то решение, которое вам необходимо. Другой пример — это, например, модули Node.js, которые имеют двухлетний жизненный цикл поддержки и имеют перекрытие только двух версий релизов. Но таким образом, в любом случае, позволяя вам получить действительно удобный и правильный метод миграции с одной версии на другую, в рамках миграции с одного мажорного релиза на другой. Мы, безусловно, понимаем важность того, чтобы дать нашим заказчикам пути миграции с CentOS на поддерживаемый дистрибутив Red Hat Enterprise Linux. И этот процесс идет достаточно давно и запущен нашими заказчиками. Мы поговорим о CentOS и миграции на Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise Linux имеет встроенные инструменты миграции с дистрибутива в CentOS непосредственно на Red Hat Enterprise Linux. Этот инструмент называется Convert to Rel, который позволяет автоматически определить тип и путь миграции дистрибутива в зависимости от того, каким образом он установлен, какие пакеты там находятся. Дальше заменяются оригинальные пакеты на пакеты Red Hat Enterprise Linux. Параллельно дистрибутив подписывается подпиской Red Hat Enterprise Linux. В итоге вы получаете дистрибутив, сконвертируемый непосредственно в Red Hat Enterprise Linux, который имеет уже готовую подписку для последующей работы в продуктивных средах. Это официальный инструмент и официальный путь миграции с CentOS на Red Hat Enterprise Linux. И самое важное, что это инструмент для самостоятельной миграции, который позволяет избежать сложного процесса переустановки операционных систем там, где это не требуется. Он позволяет оставить текущие конфигурации пакетов, настроек, ядра и так далее, для того, чтобы вам не было необходимости переустанавливать ваши приложения, которые этого не требуют. Пример исходного дистрибутива и пример целевого дистрибутива – это CentOS версии 7, который мигрирует на Red Hat Enterprise Linux. То же самое с восьмой версией – CentOS версии 8 мигрирует на Red Hat Enterprise Linux 8. Важное замечание – то, что миграция происходит только с актуальных на актуальные версии релизов. То есть, если мы говорим про седьмую ветку CentOS, миграция позволяет быть выполнена только в рамках последней версии, то есть версии 7.9. Для версии восьмой – это версия 8.4 и, соответственно, версия 8.4. Целевой дистрибутив становится полностью поддерживаемой версией Red Hat Enterprise Linux со всем возможным доступом в экосистему Red Hat Enterprise Linux. В заключение хочу сказать, что компания Red Hat – это более 37 тысяч заказчиков по всему миру, которые выбрали нас как основу для своей гибридной облачной инфраструктуры. Red Hat Enterprise Linux – это самый распространенный коммерческий дистрибутив, основанный на Linux, который удовлетворяет нужды самых разных заказчиков. Это может быть и небольшая компания с какими-то простыми сервисами, это может быть и мультинациональная компания с огромным количеством разных бизнес-критичных задач и сервисов. Это, безусловно, решение наших партнеров, которые основывают свои решения на наших продуктах и наработках. Эти компании выбрали Red Hat как проводника в мир open source. Спасибо.